Большой православный праздник, праздник Крещения, наша съемочная группа дежурит у Храма Всех Святых. Атмосферу великого праздника уже создает народный вокальный ансамбль «Белый Птах». Сегодня у нас в гостях будут интересные люди, именитые артисты, просто белорусы. Все, кто 19 января приобщается к крещенской традиции. И прямо сейчас рядом со мной находится человек, который не нуждается в представлениях. Это настоятель Храма Всех Святых. Протеерей Федор Повный. Доброе утро, отец Федор. Доброе утро. В первую очередь с праздником вас. Взаимно и вас также, и в вашем лице всех телезрителей. Спасибо огромное. Давайте сначала узнаем о традициях праздника, почему люди окунаются и обязательно ли это делать каждому православному. Не обязательно. Это всегда делают по желанию люди. Но мы должны помнить иное, что когда мы освящаем воду в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на эту воду глядим. Эти воды с ошествием Святого Духа делаются водами иорданскими. Не только первобытными водами жизни, но водами, способными дать жить не временную только, но и вечную. Вот почему мы приобщаемся к этой воде благоговейно, трепетно. Вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас иметь их в своих домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на случай греха. Для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды. Будем прикасаться к ним благоговейно, трепетно. Отец Федор, расскажите, а нужно ли как-то готовиться, вот если брать окунание в прорубь, нужно ли как-то готовиться к этому? Есть ли какие-то особенности морально, физически? Вот вас все время подтягивается к окунанию, но позволю себе и об окунании сказать. На самом деле это наша благочестивая традиция, которая, к сожалению, во многих местах имеет оттенки нечестия. Потому что окунание должно быть всегда с чувством покаяния, с благоговейным чувством осмысления того, что я делаю и зачем я совершаю этот поступок. Но когда человек приходит иногда веселый, скажем, мягко, когда человек отдает просто дань моде или традиции, то это может быть не просто не на пользу, но даже и во вред. Поэтому первый шаг к этой воде – это покаяние, внутреннее осмысление, благоговейное отношение, молитва. Расскажите, а как вы относитесь к тому, что действительно многие приходят, окунаются и обязательно постят это в соцсетях, как-то вот именно это выставляют на показ? Можно ли вообще это делать? Мне думается, это во многом зависит от внутренней культуры человека. Чем я хвалюсь? Что я хочу показать? Если бы эта зарисовка отразила его внутренний мир, который публикует эту зарисовку, ну что же, я думаю, что многие могли бы даже ужаснуться. Но когда он показывает свой внешний поступок, дай бог, чтобы этот поступок, подобный поступок, послужил человеку в радость, в обновление, в преображение, в изменение внутреннего мира. Но когда кто-то пытается этим показать свою сопричастность к самому событию, я часто сомневаюсь в правильности и прежде всего в искренности такого поступка. Отец Федор, расскажите, а сами священники окунаются в ледяную воду? Да, и у нас сегодня будет окунаться священник, и я тоже окунаюсь. Но я делаю это не публично, не под камеру, и никогда не публикую подобные вещи на своих каких-то страничках. Отец Федор, давайте поздравим всех белорусов с великим праздником. Христос приходит обновить всю тварь. Обновление празднуем и мы с вами, когда видим священника, кропящего храм новой, святой и божественной водой, кропящего затем нас, наши дома, всю природу и весь мир. Когда видим людей, устремляющихся к этой живой воде, лющиеся к жизни вечной. Ведь человек не дух и не плоть, но дух воплощенный. И Господь непреложно воплотился и дал нам святую воду, омывающую его причистое тело. Особо хочется сказать, что всякий жаждущий да придет сегодня к Спасителю и получит этот дар воды живой, дар новой, чистой и возрожденной жизни. И радость праздника пусть покроет все наши печали и скорби о грехах и о житейских невзгодах. Пусть Господь хранит нашу землю, хранит наш народ. Пусть преображаются души наших людей, становятся чистыми и подлинно святыми. Спасибо огромное. С крещением Господним вас еще раз.